Добрый вечер! Можно их найти у нас на канале о главе недели Итро, что можно и сказать, что глава Итро, которую мы будем читать в ближайший шаббат, это самое, как сказать, центральное, или сердце, сердце из всех главы Торы, то есть до сих пор все, что мы читали, ведет нас сюда в этот момент. Так кажется! Это у нас к сегодняшнему моменту, к моменту Равани Торы, который о нем мы читаем в этой главе недели, то, что когда мы получаем скрижали, Моисеп приходит и несет нам 10 заповедей, 10 виброт, которые мы о них читаем в этой главе недели. И после этого уже занимается Тора, дальше более, как сказать, более глобальная цель это ввести нас к стране Израиля, к земле Израиля, но также реализовать и как работать, что делать с то, что мы получаем с книгой Торы. И, вы знаете, перед этого урока я участвовал в семинаре, можно сказать, в семинаре или конференции, и сегодня и завтра по два часа каждый день против антисемитизма. Такой официальный сбор разных профессионалов, это, как сказать, на Зуме, представьте себе, 150 человек, которые собираются обсудить антисемитизм. Официальные представители стран и NGO из разных организаций и в Европе, и из Америки, и из разных мест. И много мыслей у меня были об этом. Я думаю, что завтра, скорее всего, придет мое время что-то даже сказать в этой конференции. И я думаю, что сегодняшний наш урок затрагивает часть того, что я буду говорить завтра на этой конференции. Маленькая часть. Потому что, когда мы говорим о антисемитизме, кстати, я не имел в виду это вам сейчас рассказывать, у меня очень много другого написано, что вам рассказать, если это вы видите, да, то есть, ну, пришло так пришло. То есть, что, когда мы говорим о антисемитизме, это осознать страх людей, которые живут, то есть, мы говорим в основном там о Европе. Например, люди боятся, чтобы у них было мезуза, чтобы, не дай Бог, никто не видел, что живет в этом доме еврей. То есть, антисемитизм, это не только когда тебя атакуют, но надо еще заниматься со страхами людьми, дать им силу. Мысль, как надо развивать в нас, в общем, в целом, во всех людей, потому что это правильно антисемитизм, это также правильно любой ксенофобии развивать критическое мышление. Как мы это развиваем, как детские сады и как школы это могут развивать, в общем и целом это правильно, и это важный момент. И насколько мы осознаем тот эффект, который называется окно Овертона. Ребята, кстати, если вы не знаете, что это окно Овертона, сейчас пишите себе, оставайтесь на этом уроке. После урока сделайте, пожалуйста, гугель. Я думаю, что это очень важный момент, который Овертон раскрыл перед тем, как он трагически умер. Акно Овертона очень-очень рекомендую, потому что он говорил об одном, но это правильно не только в политике, это правильно из психологической точки зрения. Много-много разные мысли. И часть того, что, скорее всего, я тоже скажу завтра, оно как раз связано с нашим уроком сегодня. И сегодняшний урок из-за этого я хочу с вами читать из трёх разных книг. Я хочу читать из одной книги, такой, как сказать, очень мощная книга в Хасидут, в мудрости Хасидут, называется Дерех Амелех Путь Царя, написал Раби Клоне Мускалмич из Пиасетсна, который как раз его убили во время Холокоста. Он был один из жертв Холокоста, несмотря на то, что он мог убегать, он решил остаться со своими людьми. Он не был готов спасаться без своих. Гениальный мудрец, чудо вообще, что некоторые из его книг у нас есть в руках. Мы начнём от него обсудить какую-то мысль о главе Недели Итру. Мы продолжим к ученике Аари. Будем читать из Сефира Ликутим. Это часть рукописи Аари. Тексты, которые их основа, которые растут к нам, начиная с 16 века, основа, конечно, на мудрости Кабалы. Пойдём к очень определённому Мидражу в книге Берешит Раба. Вернёмся обратно к Аари и завершим сегодняшний урок. Давайте посмотрим. Глава Недели, несмотря на то, что её вроде бы пик, но Моисей поднимается к горе Сина и получает его, получает скрижаль, и возвращает их к народу Израилю и так далее. Глава вообще начинается, рассказ о одного человека, зовут его Итро. Он даже не, как сказать, он не часть народа Израиля в тот момент. Принято, что в итоге он принимается быть частью народа Израиля. Но в этот момент он нет. Это отец жены Моисея. Мы об этом не читали, но, как оказалось, Моисей в какой-то момент разделяется, отдаляется от своей жены. И жена Моисея, её зовут Ципура и его два сыновей, они, скорее всего, остаются в доме Итро. Не знаю, может быть, он боялся на них, не хотел взять их на своё послание с Фареоном. И только после исхода из Египет и так далее, мы читаем, что Итро приходит совместно с одной из его дочерей, из Ципура и его внуки, можно сказать, как сказать, в кавычках, возвращает их к Моисею. И начинается эта глава со словами «Ваишма Итро» и услышал Итро. Мы обсуждали в предыдущей нашей уроке, что уже услышал такого Ваиша Итро. Но здесь написано так. «Все, что Итро, все, что определенное имя Бога, проявление Всевышнего в этом мире, сделал Моисею, уле Исраэль и вели Исраэлямо, киоцият ашэмят и срэльмимитцами». То есть написано так. «Итро услышал, что Всевышний сделал Моисею и что он сделал, то есть он, большой О, и что Всевышний сделал своему народу Израилю, который вытащил их из Египет». И очень много интересной мысли об этом. Но один вопрос, который мы до сих пор точно не задавали в последние несколько лет, которые мы изучаем здесь в Юрмале, о главе недели. Что имеется в виду, не просто что услышал Итро, что сделал Всевышний, а почему написано, что он услышал то, что Всевышний сделал, как будто отдельно Моисею и отдельно народу Израилю. Как будто есть две линии чудес, и див, какие-то две параллельные истории, которые о них слышит Итро. Логично? Да? То есть если мы читаем, что Итро слышит, что Всевышний сделал и Моисею, и народу Израиля, значит есть две параллельные вещи, которые Всевышний делает, влияет, одно для Моисея, одно для народа Израиля. И то, что Раби Клон ему сказал, Мишис Пиасетсан говорит, он говорит следующее. Весь мир слышал этих чудес. То есть когда мы говорим весь мир, я не знаю весь мир, я не знаю, если люди, которые жили в то время в Индии, об этом слышали. Медраж говорит, что да. Но хотя, все то окружение, то, что мы можем называть африканское окружение, может быть азиатское окружение, то есть более близкая часть к Египте, все слышали об этом, все эти чудеса. Мы говорим о 10 казни Египта, мы говорим о исход, мы говорим о раскрытии Красного моря. Но почему только у Итро вошла какая-то чистота, какая-то святость, которая осветила его сердце? Итро в этот момент, он еще не част народа Израиля, но все равно какая-то святость в нем заходит и говорит нам, мудрец Дерехамир говорит так. Та святость Всевышнего, которая шла через Моисея и раскрылась через Моисея в нашем мире. И помните, мы говорили об этом в предыдущей главе недели, мы говорим, что Всевышний раскрывает себя через людей в этом мире, как и в прошлой главе недели в Бешалах, когда мы читаем о завершении исхода из Египта, мы читаем о том, что «Ва-е-ги бешалах пар-о-эта-ам» и когда Фареон отослал или отпустил народа, то есть как будто, как сказать, кредит или заслуга того, что народ Израиль освобождается от рабства, это заслуга кого? Фареона. Нет, это же не так. Это же Всевышний освободил народа Израиля, а не Фареон. Но все равно, как это чудо происходит через Фареона, так и здесь, через Моисея, святость Всевышний раскрывается в этом мире. Но эта святость не могла дотронуть, не могла дополнить и наполнять, реализовать эту саму святость внутри Итро, напрямую через Моисея. То есть то, что Моисея реализовал в этом мире, было, возможно, слишком, как сказать, было через Чу. И даже великий человек, как Итро, не мог получить напрямую от Моисея, как он получает, то, что Моисея раскрывает, еще раз, это не Моисей, источник наполнения, это не Моисей, источник девять чудес, это Всевышний, через Моисея. Итро смог это все получить, эту святость, только через еще одно дополнительное, еще один дополнительный фильтр, который называется народ Израиль. То есть народ Израиль получает от Моисея, и все, что Всевышний дает через Моисея народу Израилю, и через народ Израиль идет к Итро. И вот это уже может войти в Итро и наполнить его. Наполнить его, Итро может подойти и прийти к Моисею. И это как раз та глава, которую в нем читаем о даровании Торы. И тоже возможно участвовать в даровании Торы, в получении Торы на горе Синай рядом с народом Израиля. Или, точнее, через народа Израиль. То, что мы говорим, партикулярность дарования Торы одному народу было для того, чтобы через одного народа в итоге весь мир, все народы мира смогут получить Тору. Да, всем глобально, всем Тору просто так никто не возьмет. Для того, чтобы все могли дополучить, надо дать одной группе и через этой одной группе уже дать всем остальным. И, конечно, до этого в Дерехамелах объясняет мудрец о функции праведника и душа праведника, что через, что Всевышний через него дает своим ученикам. И тогда можно здесь долго обсуждать, а знаем ли мы такого праведника, или хотя, знаем ли мы, есть ли у нас связь, хотя с учениками такого праведника, что через ученики праведника получить от праведника, а точнее, не от праведника, а от Всевышний. То есть, все в итоге ведет к тому, чтобы понять, что то, что Всевышний реализует себя в этом мире через людей, все равно нам надо в первую очередь осознать и помнить, что источник нашего наполнения, источник всех благ, это только Всевышний. не айфон и не тот, кто приобрел этот айфон, и не машина, и не он, она, они, все это творец, творец реализует себя и наполняет нас через людей. И знаете, вот я пять минут назад начал пить дополнительную чашку кофе, то наполнение, то удовольствие, которое получил эта чашка кофе, это не кофе мне дает. И это наполнение, это наполнение, которое Всевышний мне дает, через, например, этот напиток. И также Итро понимает, да, были невероятные чудеса, как десять казней, как исход из Египта, раскрытие Красного моря, и Итро это слышит, как и все остальные, но Итро слышит что-то еще дополнительного, который никто другого не слышал. Итро услышал также, что Всевышний сделал с Моисеем, то есть раскрытие Творца, раскрытие присутствия Творца в этом мире, который был сделан перед Моисеем. Помните, горячий куст, горячий куст и так далее. То, как сказать, прямой диалог между Всевышним и Моисеем. То есть это Итро не пропускает, он это осознает, за счет этого он может получить то наполнение, то благословение, которое Всевышний дает в этот мир через Моисеем. И это важно, потому что, как скоро мы увидим, есть вопрос, Итро приходит к Моисею перед дарования Торы или уже после дарования Торы? Но, в общем, в целом, не важно, если он пришел до или после, то понимание приходит к Моисею, понимая, что получить Тору он должен получить через Моисея. И действительно, если напомнить, я говорил об этом уже неоднократно, в разный разговор, который у меня был с разными людьми, очень даже образованные люди, много раз подошел наш разговор в итоге к тому, что люди читали Тору, но с определенным переводом, а в этом переводе есть ошибки, есть искажения, есть цензура и так далее. И даже если читать оригинал, все равно надо уметь читать этот оригинал. И для этого очень важно, в общем, когда мы обсуждаем Тору и другие мудрости, и в общем, в целом, разные знания с людьми, очень важно уточнить, что мы изучали как следует вопрос. Не через какой-то слух, или как мне кажется, или я изучал перевод, перевод, перевода, а изучать от источника. Из-за этого, если Тора была для народа Израиля, уточни, что я получил от народа Израиля, уточни, что я получил от того, который сам физически там стоял и получал. И Тора это понимал, и он дает нам это понимание сегодня. И также, как мы видим, помните, мы говорили о том, что сама Тора, которую мы получаем в этой главе, это слова Всевышнего нам, это проявление святости Творца в этом мире. И Тро понимает, он получает это через Моисея, через народа Израиля. Тем этим, если я часть народа Израиля, что я делаю, чтобы продолжить быть этим каналом, проводником другим? Что я с этим делаю? Мы вернемся к этому вопросу к концу урока. Если я не часть народа Израиля, то мне не надо быть частью народа Израиля, чтобы получить стоу, чтобы изучать и трансформировать свою жизнь и приближаться ко Всевышнему. Но да, у меня есть ответственность для себя и для моего окружения уточнить, что все вокруг меня также изучают и принимают и получают от правильного, чистого источника от народа Израиля. Так что это совсем, кстати, я укоротил, можно сказать, в двух словах, грубо говоря. Это невероятный урок, невероятный глубокий урок, который описывает нам Дереха Мелеха. Но я хочу продолжить, я просто хотел привести эту мысль, хоть даже если совсем вкратце, как некое открытие к нашему сегодняшнему уроку. Дальше, когда мы читали, он услышал об этом, и он идет к Моисею, и говорит он, как сказать, когда они встречаются, говорит Итро Моисею, мужа его дочери. И сказал он Моисею, я твой зять Итро, и так далее. И что интересно, зачем он ему вообще это говорит? Моисею не знал, что Итро это отец его жены? Вряд ли. Тем более, что он его жил, на него работал. Они знают друг друга очень-очень хорошо. И мы это видим в разные места, в том числе здесь, в рукописи Ари, в книге Лекутым, где я читаю сегодня. Мудрецы говорят нам обратить внимание на аббреватуру слова «Ани хо танха Итро» «Я твой зять Итро». Потому что аббреватура этих слов, это Алиф, Хэт, Йод, на юриде это Ахи, мой брат. То есть аббреватура, то есть Итро говорит «Я отец твоей жены», а на самом деле аббреватура показывает, что он имеет в виду «Я твой брат». То есть, нам надо знать, что когда мы изучаем о реинкарнации, о воплощении душ, Итро был воплощении душ одного, который называется Каин. Знаете, кто был Каин? Один из сыновей Адам и Евы. Каин. У Адама и Евы рождается вначале Каин и Хевель. Помните историю? Каин убивает Хевела. И после вся эта драма и вся эта трагедия рождается уже третий сын у Адама и Евы, которого зовут Шет. Если совсем-совсем вкратце. Но так давно мы в этом читали в Туре. И если мы говорим, что Итро был воплощении души Каина, а Моисей, его корень души или воплощение души является воплощением души Хевела, У нас есть на самом деле встреча, когда мы говорим о встрече Итро и Моисей, мы говорим о обновленной встрече между Каин и Хевель, между двумя братьями, которые один убил, был убийца второго. И здесь, когда Итро приходит и подходит к Моисею, он ему намекает, что это он, это его брат, что на самом деле Каин, который подходит не к Моисею, а к Хевелю. И так как Каин считал, что нету, можно сказать, системы причин и следствия, сказал, я не готов принимать причин и следствия этого материального, этого физического мира, и нету здесь, как сказать, некое понимание наказания или понимание, что есть правосудие в этом материальном мире. И пришел своему брату его убить, теперь приходит Каин обратно к Хевелю, чтобы исправить. И это в лице Итро, который приходит помочь исправиться и помочь, на самом деле, поддерживать Моисея. И одна из историй была такая, что... Медраж, например, рассказывает одну из причин, почему, например, Каин убивает Хевель, это была зависть за дополнительная жена, что у Каина есть только одна жена, у Хевела есть две жены, и он убивает Хевель, говорит, почему у него два, у меня только одна. И здесь Итро приходит и возвращает эту душу, дополнительную жену, возвращает эту жену к Моисею. Моисея, ты ушел от нее? Нет, она все равно твоя. То есть, как будто он возвращает ту, которую он пытался украсть, или за нее он убил своего брата. Ну, это, конечно, более простой объяснение, более глубокий объяснение, который мы находим здесь у ученики Ары. И Ары объясняет, что были уже разные ситуации, которые в них Каин возвращается в реинкарнации с Хевелем, где-то есть возможность исправить, и действительно происходит исправление, как в нашей истории между Итро и Моисеем. В какие-то места это не происходит, например, целая драма, которая происходит, и будет им читаться они гораздо дальше в главе Корах. Но все равно происходит такое исправление уже в начале этого урока. И это интересно, потому что задается вопрос, действительно ли приходит это исправление до получения Торы или после получения Торы. Но перед тем, как мы придем к этому вопросу, приходит это до дарования Торы или после дарования Торы, и почему этот вопрос нам релевантный, я хочу сделать здесь маленькую паузу от книги Ликутим и пойти с вами к книге, которая была написана из точки зрения хронологии гораздо раньше. И это в Мидраж Раба. Потому что если мы уже затронули историю убийства Каин и Хевель, где Каин убивает своего брата, я хочу вернуться к этой истории и посмотреть на очень интересный Мидраж, который затрагивает эту трагедию и через нее вернуться к нашей главе недели и получить, я надеюсь, определенный мощный урок для нас. Написано так. Второй в Берешит написано в четвертой главе в Берешит абзацы 8, 9 и 10 написано так. И до этого момента нет никакой, как сказать, во время убийства, как будто где Всевышний был, где Бог. И дальше вдруг Бог появился и говорит так. Говори и сказал Всевышний Каину, Эй, Велахих, а где твой брат? Странный вопрос. Всевышний же знает все. Что за странный вопрос где Всевышний задает Каину? И что отвечает Каин Всевышнему? Ваюмер, не знаю. Откуда я знаю? Отвечает Каин Всевышний. Ашумер Ахьянохи что, я сторож своего брата? Я няня своего брата, чтобы ответить вам, Всевышний, где мой брат, я не знаю. И тогда отвечает Всевышний Каину, Ваюмер, и сказал Всевышний, Масита, что ты наделал? Коль де маяхиха цуакима ламина дама. Голос, кровь твоего брата, кричит ко мне из земли, там ты где-то его закопал. И, как сказать, некий, как сказать, ответ или попытка понять или изучать что-то глубже о этой истории, в Берашит Раба, 22.9, говорит Медраш Раба следующую историю, или некую аналогию, Машал, о том, что мы только что читали. И аналогия к одному, который зашел в сад, не свой сад, само собой, он вломался в какой-то сад, собрал страубериз, как на русском, я забыл, клубника, спасибо, собрал клубники, их съел, и вдруг появился, 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 владелец этого сада, и начал бегать за этого вора, за этого человека, который своровал и съел, клубнику не свою, догнал владелец сада этого человека, и спрашивает его, что у тебя в руках? Странный вопрос, да? Странный вопрос, но уже понятно, что если он за ним бегал, скорее всего, он понимает, что первый человек своровал, но то, что он задает ему вопрос, что у тебя в руках, скорее всего, он знает, что там нету ничего. Так отвечает двор, у меня нету ничего в руках, показывает руки, у меня в руках ничего нет, мы же знаем, он уже съел то, что он своровал. И отвечает ему владелец, смотри на свои руки, они же грязные, да, если держишь много клубника, руки становятся красные, да, как вот некая тоже аллегория, кровь брата, который находится на руках, Кайна. И так Медраж говорит, вот так же, как и красный цвет, и то, что руки грязные, того красный цвет клубники загрязняет руки вора, так на тот же самый уровень голос крови Хавела, Хевел, кричат Всевышнему из земли. И можно долго обсуждать этот Медраж, этот Медраж не обсуждает, почему было убийство, не пытается это объяснить, но говорит о чем-то друге. Медраж здесь описывает и занимается отношение Каин и Всевышний, отношение человека с Творцом, и относится к вообще, как может быть, что человек, который понимает, что Всевышний, как сказать, присутствует в этом мире, как он может так вести себя, как он может быть убийцей. И на самом деле, то, что Медраж говорит, это что наше отношение такое, и Всевышний дает нам эту возможность, что мы обращаемся ко Всевышний, или мы относимся к Творцу, как будто это еще один человек. Из-за этого иногда мы думаем, да, у нас он видит, не видит, присутствует, не присутствует. Мы можем забыть вообще, что Всевышний присутствует на каждом шагу нашей жизни. И это то, что, возможно, дает нам, или реализует для нас подарок Творца, который мы называем «Свобода выбора». Потому что мы забываем о присутствии Творца. Потому что, и это Всевышний нам дает эту возможность, из-за этого Каин в тот момент думает, а, Всевышний не здесь, могу убить. А, я зашел в этот сад, а вот я не вижу, я не вижу, что есть камеры, я не вижу охранника, я не вижу владелец этого сада. Могу есть. А, его сейчас есть? А, теперь он наверняка меня не видел, он наверняка не понимает, что я сделал, из-за этого я могу себе позволить врать, могу сказать неправду, могу пытаться избегать ответственность своих действий. и Всевышний, как в нашей аналогии о владелец сада, задает вопрос вору, что у тебя в руках. Зачем он задает ему этот вопрос? Чтобы дать возможность вору взять ответственность над своими действиями, покаяться, раскаяться, измениться и возможно исправить. Но этот вор не готов, говорит, нет, у меня ничего нет в руках. И тогда уже говорит владелец сада, а, скажи, что хочешь, у тебя руки в грязи, у тебя руки в крови. Также Всевышний говорит Каину. То есть, Всевышний дает возможность Каину исправить его падение, то, что выражается как что-то ужасное, даже как убийство. Но Каин не понимает эту возможность. Он думает, что он говорит с человеком. И только тогда уже Всевышний говорит ему, послушай, что ты сделал? Кровь для его брата кричит ко мне со земли. Как это все связано с нашей главой недели? Как оно все связано с дарованием Торы, с получением Торы на горе Синай? Давайте посмотрим. Я хочу вернуться к книге Ликутим Укаписи Ари. Мы понимаем, что Итро уже не просто так подходит к Моисею. И мы уже поняли, что Итро приходит исправить то, что тогда Каин не исправил. Первое убийство человека. И что тогда вопрос пришел Итро до дарования Торы или после дарования Торы? Какая разница, если все равно я знаю, что самый главный инструмент для исправления человека это сама Тора. Сама мудрость Торы. Это и есть главный инструмент, главная наша возможность на исправление. Как уже написано, что мы много раз уже обсуждали, что это Тора. И я надеюсь, что вы слышали предыдущий урок. Если нет, послушайте урок еще с прошлого года и уроки, которые мы обсуждали в том, что называется «Введение в иудаизм». У нас была большая такая серия лекций. Но сама Тора дала возможность пройти через процесс Афинажа, где мы разбираем, очищаем от себя примеси, очищаем от себя ненужного, убираем зла, добра и так далее. И тогда те, которые скажут, что Итро пришел до дарования Торы, и он пришел, потому что он понимал, что вот-вот сейчас Тора будет дана через Моисея, народа Израиля, которые получают Тор, он сможет очищаться, он сможет исправить определенный аспект грех Каина, это ужасное убийство. Те, кто говорят, нет, он пришел после дарования Торы и скажут, да, он мог прийти только после дарования Торы, когда он понял, что есть Тора, он понял, что можно исправиться. И что это означает, что когда мы говорим, что услышали Тро, как написано в начале главы, что Тор услышал то, что Всевышний сделал Моисею, сделал народу Израилю и так далее, тогда так, или он услышал о даровании Торы и понял, о, можно исправить себя, надо пойти, или он услышал о все эти чудеса и услышал о победе народа Израиля над сомнения своих, над Амалек, как мы это обсуждали в предыдущие уроки о этой главе недели Итро. И это то, что его мотивировало прийти и понять, что через Моисея, через народы Израиля он сможет найти некое исправление для та душа, которая является его инкарнацией. Везеруша Амур, работену Зихронан, ворхай, это то, что мудрецы нам сказали в Баба Батра, Исраэль шамду олар Синай, народ Израиль, который стали угоре Синай, пасказу аматан, они были очищены от любое загрязнение, от любое духовное метафизическое загрязнение, которое было у них, лефиша Тора меборер это коль, потому что у Тора есть сила разделить добро и от зла, разделить между добро и зла, древо познания и бороться трансформировать зло и оставить только добро. Это сила Торы. Это сила Торы. И дальше тоже очень интересно все, что написано в этой книге, но мы не пойдем к этому сейчас. То есть мы видим, что то, что Итро слышит, он слышит о возможности трансформации, он понимает, что чудеса, которые происходят с народом Израиля, это не только чудо народное, национальное для народа Израиля, как исход, освободиться, врождение народа и войти в страну Израиля, но также это включает в себе раскрытие присутствия Творца, и это действие происходит отдельно через Моисея и через дарование Торы. Из-за этого в народном процессе народа Израиля исход из Египет и введение в итоге к земле Израиля, заход на землю Израиля и там построить независимость, там построить свое государство. По дороге с этим Всевышний зараскрывает себя и свое присутствие перед Моисеем и через Моисея перед Фарионом и перед народом Израиля. И самое главное это раскрытие происходит у горе Синайн в момент дарования Торы, момент, который потом в итоге, как мы это видим, служит и многим другим народам, не только народу Израиля, и это используют этот момент и другие религии. Нам это видим в христианстве и в ислам, что когда ты пытаешься в разной религии доказать, что действительно есть пророк и Всевышний с ним говорил, и задашь вопрос, а как я могу верить, что Всевышний говорил с Иисусом или что Всевышний говорил с Мугамедом? Потому что ты или веришь человеку, который тебе рассказал Всевышний раскрылся передо мной или нет. Доказательство для раскрытия, для присутствия Творца это именно то, что дарование Твора было дано целому народу на горе Симе. То есть оба эти сторон тебе скажут, а, ты хочешь знать, какое доказание есть, что вообще Всевышний говорит с человеком? В момент дарования Тороги Всевышний раскрывает свое присутствие не перед одного человека, не перед Моисея, но через и с помощью Моисея раскрывает свое присутствие целому народу примерно 3 миллиона человек, которые слышат и видят одного. И с этого момента и дальше уже нету вообще вопрос и доказания есть Бог или нет Бог, так как Всевышний говорил с нами. И весь этот момент, который Итро раскрывает или нам вычеркивает или поднимает, возвышает для каждого из нас в этой главе недели, это во-первых, что Тора была дана для того, чтобы исправлять новин даже прошлых жизней, и что Тора несет с собой исправление, инструменты исправления для каждого из нас, для всего человечества. Потому что мы говорим о исправлении Кайн и Хевель, тогда не были разные религии, тогда не были разные народы, мы говорим о начале человечества в той форме, которой в ней мы ее представляем и видим. И дальше, когда уже есть народ Израиль, мы говорим о исправлении Итро, мы говорим о видим отношении между Итро и Моисеем, между Итро и народом Израиля. И из-за этого, когда мы говорим о Торре, мы не говорим о религии, мы говорим о инструменте исправления, что я делаю с этим? Что мне надо исправить? Это уже другой вопрос, и это вопрос каждому из вас, так что, если можно сказать, домашнее задание, задумываться, что нам исправить? Когда я понимаю, что мне исправить, я могу лучше подойти к Торре, ее изучать, ее читать, но не забывать, что когда я подхожу к Торре, ее изучать и понимать, я должен подойти к Моисею. А где найдут сейчас праведник? Где найдут цадык? Цадык, который будет мой Моисея в моем поколении? И для этого как раз я читал вам первый первый час из Дерихамелех, который говорит, что эти праведники были ученики. Народ Израиля получил через Моисея. Из-за этого я хочу получить Торру через народ Израиль, именно через народ Израиль, для того, чтобы уточнить, что я получил правильные инструменты без никаких искажений, без ошибок, для того, чтобы я мог исправлять себя и через мое исправление исправить весь мир. И этими словами, я думаю, мы объединяем последние несколько наших уроков. Тем этим мы понимаем, что а, осознать, откуда я пришел, И Тор даже знает настолько глубоко, откуда он пришел, он знает своей прошлой жизни, он знает, что он пришел исправлять еще Каина. Ну, понимает, куда я пришел, я могу понять, куда я иду. Когда я знаю, куда я иду, то есть народ Израиль вышел из Египет, идет сейчас, чтобы зайти в Израиль, о, вот ваши инструменты для того, чтобы исправлять, то, что надо исправлять в этом мире, делать свой тикун. И это уже дарование Тора, это то, что мы получаем сегодня. Так что у нас есть возможность в ближайший Шаббат вновь принять получение Тора. Если я часть народа Израиль, это моя ответственность получить Тору, осознать, что это за Тора, для того, чтобы я мог, чтобы Тора была дана через меня дальше, всем народам, и всем остальным народам мира, взять этот пример от И Тро, и принять Тору через Моисея, через именно народ Израиль, осознать, что Тора, это слова Всевышнего, которые в итоге реализуются как самый мощный инструмент для исправления себя, а через себя исправление всего мира. Так что, я думаю, что выводы этой главы недели, они мощные, они важные для нас. И дай Бог, дай Бог, что это будет решение, которое мы приняли сегодня и сейчас и в этой неделе, и это продолжит с нами, и мы будем реализовать эти выборы и эти решения наши на весь год вперед. И дай Бог, до прихода Мощиах и действительно завершение и снятие боль, страдания и хаоса из этого мира. Я начал сегодняшнюю уроку антисемитизм и критическое мышление задавать вопросы, искать эту ответственность, которая есть перед каждого из нас. Я хочу читать Тору не только как сбор каких-то легенды. Я не хочу читать Тору только как какое-то искусство невероятное, какая-то поэзия. Я также должен осознать, что несмотря на то, что Тора устроена на исторический контекст, Тора не пришла нас учить историю. И Тора не пришла нас учить науку. Тора это слова Всевышней, которая должна реализовать нам инструментарий для исправления себя. Тора, которая выражается через люди вокруг нас. из-за этого в этом уроке, в этой неделе, в этой главе недели я хочу осознать, что Тора дает им все эти инструменты и к ним дополняется это тоже часть Торы, та наука, которая также помогает нам исправлять этот мир. Я исправляю себя, исправляю свое окружение, исправляю человечество с помощью Торы, понимая, что мудрости Всевышней также выражаются через математика и биологию и физику и психологию и так далее. Так что я надеюсь, что сегодняшний урок был и интересный и полезный и дал нам дополнительный ракурс взгляда на Тору, на мудрости Торы, на чтение Торы, откуда мы будем исчерпать мудрость Тора к нам и какая ответственность у нас есть к остальным, то есть я частный народ Израиль, даю ли я доступ к Торы другим, если я не частный народ Израиль и уже я нашел свой путь к Торы, делаю я дальше, чтобы другие народы так же, как и я нашел этот путь, могут так же найти и дотронуться к этой невероятной мудрости правильно, через Моисея, через народы Израиля. Спасибо вам большое, хорошей вам недели, много вам здоровья и до ближайшей встречи! Продолжение следует...